Не время теперь для подснежников. Надо апреля месяца ждать. Я и сама знаю, дедушка. Додеваться мне некуда. А вот в Сочи подснежники могут появиться в канун Нового года и без помощи волшебников. Преждевременное появление первоцветов в сочинских лесах становится привычным явлением. Вот такие уникальные климатические условия на курорте. За последний месяц столбики термометров поднимались до плюс 20. Теплая и сухая погода способствовала отцветению кавказских первоцветов – цикламена, морозника и подснежника. В общем-то, явления эти не новые. Они для нас существовали, регистрировались на протяжении столетий. Время от времени это происходило. Но они считаются, так сказать, отклоняющимися от нормы и провоцирующими преждевременное развитие вегетации. Ничего нового и опасного в этом нет. Но это такое явление в дикой природе нежелательное. Потому что оно отнимает просто вот эти вот репродуктивные силы у растений, которые должны были бы быть потрачены на то, чтобы создать семена и выбросить их весной. Подснежники все без исключения занесены в Красную книгу Краснодарского края. Увидеть их, прогуливаясь по тропам Тисосомшитовой рощи, уже можно. Но пока цветов мало, поэтому надо приглядываться. А вот увидеть такой белоснежный ковер из первоцветов могут только сотрудники Кавказского заповедника. Только они вправе ходить по тропам, которые недоступны обычным туристам. Срывать такие редкие цветы запрещено, а за торговлю ими грозит штраф до 40 тысяч рублей. Поэтому если охотиться за подснежниками и цикламенами, то только с камерой. Многие виды этих хрупких красавцев уже на грани исчезновения. Продолжение следует...